Это ваш дебют. Не знаю, насколько уместно вас потратить, но тем не менее, все-таки поздравляю с тем, что вы дебютируете в роли главного тренера. Матч получился, я думаю, для вас непростым с точки зрения эмоциональности, с точки зрения психологической. От вас хотелось бы услышать, чего в вашем команде не хватило для того, чтобы зацепиться за положительный результат в этой игре. Алексей все правильно сказал. Не хватило двух вещей, я думаю. Прежде всего, это концентрация, о которой он говорит. Потому что мы представляем себе как хорошие отрезки, так и плохие отрезки. И это выражается во всех элементах. Потому что был момент, когда мы очень здорово сыграли на подборе, хорошо поставили спину, и за счет этого мы смогли догнать и даже вот вперед. Потом был сразу же за эти моменты, когда мы просто провалили все отверстие на зоне. И считаю, что вообще это игра. И мы проиграли сегодня игру именно там внутри в трех секунде. Все эти трех очков выброски, которые были, это уже средство того, что нам приходилось концентрировать свое внимание вовнутрь. Мы открывались на перемене. С вашим приходом будет существенно меняться рисунок игры вашей команды. Прежде всего, в плане задействования молодых игроков, которые в вашей команде довольно-таки много. Молодых игроков, конечно, уже сегодня где-то пытался выпустить и Сашу Корца, и немножко Никиту Ростова выпустить. Хотелось бы больше, но были такие моменты, когда можно было цепляться. Поэтому это не рискинг просто. Конечно, хочется и задача клуба заигрывать на молодежь, дать как можно больше времени. Мы будем постоянно пробовать разных ребят, мы будем разводить себя в один и тот же состав. Насколько это будет возможно, конечно, мы будем задать. Есть ли вопросы к тренеру гостей? Нет. Благодарим вас. Желаем удачи в следующем году. Спасибо.